Сейчас меня слышно? Да, сейчас меня слышно. Вот видите, какое-то, кому надо было обязательно включить проверочный, а то было такого, никто ничего не слышал. Сейчас слышно. Нет, сейчас я сделаю так, чтобы видно было хорошо. Сейчас я сделаю так, чтобы видно было хорошо. Вот так вот. Вот. Вот, вот. Вот, конечно, как говорится, хочется техникой и так, и так, а то получается, что еще больше, больше такого вознесли. Но ничего. Главное, что мы все исправили. И теперь, когда мы начнем готовить, когда мы начнем готовить, все у нас будет хорошо. Так, сегодня мы будем готовить раис. Раис мы будем готовить не в лепешках, как я готовил это раньше. Я брал лепешку, резал пополам, наполнял это мятом фаршированным, ну и на мангал, либо в духовку, либо на сковородке, кто-то готовит. А сегодня я буду готовить лепешки, я буду готовить тоненькие-тоненькие лепешки, там, и потом в этих лепешки мы будем заворачивать тесто. Посмотрим, что у нас получится, да? Так, так, мне нужно чат, так, чтобы я видел, кто у нас что говорит, что у нас, чат мы с этим тоже придумаем. Значит так, чтобы сделать лепешки, вы меня извините, конечно, но я пользуюсь техникой. Я не замешиваю руками, почему? Потому что я говорю, что то, что можно сделать в праздниках. Спасибо. О, видите, как у меня дочь читает. Читает на русском языке даже. Так, нужно чат пустить. Чат, вот отсюда чат пущу. Чат, чат, пустим чат. С праздником. Кто так? Ты не видишь, кто написал? Прочитать, кто это, тяжелее, да? А, Валентина. Здравствуйте, Валентина, спасибо. И вас тоже с праздником. Сегодня два праздника. Сегодня праздник еврейских ханука, второй день. Скоро мы будем зажигать свечи. Жду, чтобы жена пришла. И тогда мы будем зажигать свечки. Это первый праздник. А у христиан сегодня день Святого Николая, да? Или как это называется правильно? Вот. Что-то такое. Короче говоря, чтобы нам приготовить легко и просто лаваш, тоненький лепешки, либо лаваш, нам нужно замесить тесто. Сначала мы берем так. Нам нужно 350 грамм муки. Ой, так. Мука, 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 мука. Так. Нам нужно 350 грамм муки. Так. Так. Вот это. Ну, конечно, там это одно показывает, здесь другое. Так. Ну, здесь примерно 350 грамм. Вы уже, как говорится, у кого есть листы, можете измерить листами, чтобы точно просмотреть. Не нужен звук. Не нужен звук. Дима был как он. Димон, привет! Привет! Здравствуйте! Спасибо, что пришли. Димон, ради такого праздника. Спасибо. Спасибо, дорогой, что пришел. Евгения, здравствуйте, Евгения. Вот у меня... Ай, вообще не болит, однако. Сбоку у меня большой экран. Я читаю ваши комментарии, так, время от времени буду смотреть. Так. На 350 грамм муки, на 350 грамм муки, нам нужна одна чайная ложка соли. Не, не нужна. Одна чайная ложка соли. Тесто у нас будет недрожжевое. Вот. Без горки. Одна чайная ложка соли. Нам нужно будет 200 грамм кипятка. Так. Сейчас мы воду скипятим. Ох. Так. И будем наливать сюда, чтобы мы знали точно, что это 250. Вот. Потом это все быстренько размешаем. Вот. И почему я готовлю сразу здесь, а не руками? Во-первых, у меня есть, говорится, машинка. Когда есть машинка, которая может это сделать проще, быстрее и удобнее, надо его использовать. И на добрый вечер. Герман, привет, хорошего вечера, вкусных рецептов, удачи. Спасибо большое. Присоединяйтесь, будем делать вместе. Мы сейчас будем готовить лаваш. Лаваш домашний, тонкий. Надеюсь, что у нас получится сделать тонкий. А потом в эти лаваши будем скручивать мясо. Короче, будет интересно. Не знаю, сколько времени у нас все это занять. Но мы же не спешим... Ой, 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 нет, супер больно. Давай мне ее. Давай мне ее. Потому что все-таки... Думал уже быть без воротника, но у меня пока не получается, потому что кручу головой много. Вот, поэтому лучше я буду вот так вот. А то я каждый раз так кручу голову, сразу мне становится больно. Так, нам нужно 200 грамм воды. Скажите, пожалуйста, если меня хорошо слышно. Я использую специальный микрофон, потому что двигаюсь к пропитанию. Нет, там ты не можешь слышать. Да? Странно? Да? Так. А руками всегда скучнее. Возможно, возможно. Так, Залюбовская, правильно, слышно, хорошо. О, это очень хорошо, потому что я сюда микрофончик ставил, прямо сюда вот, видите? Чтобы меня лучше слышно было. Но иногда микрофончики, они только проблемы делают. Поэтому нужно перепроверять несколько раз. Так, соль мы положили. Горячую воду нужен крутой кипяток. Он может там где-то активно, чтобы немножко отдохнул, немножко остыл, чуть-чуть. Вот. Ну, в принципе, вода нужна, чтобы не было горячей. Вот. Поэтому руками, в принципе, и не стоит делать. А если есть машинка, машинкой, а если нет такого аппарата, то ложкой. Слышно прекрасно, замечательно, замечательно. Так, воду сказали, масло. Нам нужно 2 столовые ложки масла. Масло выбирайте без запаха. Вот. Я буду использовать рапсовое. Но, в принципе, можно использовать любое растительное масло. И вы уже смотрите на свой вкус. Так, сначала мы перемешаем соль с рукой. Вот так вот. По-моему, у меня здесь муки меньше, чем 350 грамм. Ну, максимум мы ее добавим. Ничего страшного. Так, 2 столовые ложки масла. Так. И добавляем воду. Вот так вот. Все отправляем в тесто наше мяситься. Что такое? Нет, все где-то. Вот. Так. Тесто наше будет смеситься, наверное, минут 5. Там, в принципе, чуть-чуть. Лопаточка. Лопатка, лопатка, это одна. А? Сейчас будет. Сейчас будет. Вот. То есть он иногда время от времени немножко так подскакивает. Так. А где наши эти пялочки? Кто уже? А, вот она. Прятали у меня ее. Знаете, как говорится, прямой эфир, это всегда прямой эфир. Тут. Это не монтаж. Там срезал. Здесь добавил. Там убавил. Наше тесто замешивается. Самое простое тесто, самый простой лаваш. Что такое лаваш? Лаваш, это, как говорится, хлеб без нас, да, который замешивается мука, вода, вот, и все. В принципе, масло, это уже преимущество, которое добавляется туда. Можно, в принципе, сделать без масла. Вот. Ну, я делаю с маслом, чтобы оно было еще более мягче, эластичнее. Так. Так. Замечательно. Видите, пару минут, и наше тесто готово. Давайте почитаем пока, что вы у нас пишете. Ничего у нас не пишете. Сколько у нас людей здесь? А людей у нас 10 человек, и никто им ничего не пишет. Интересно. Ирина, чего так далеко камера? Почему камера так далеко? Ну, во-первых, для того, чтобы... А, ты уже приблизила? Наверное, для того, чтобы охватило больше. Наталья сейчас немножко продвинет. Много не надо, Талюль. Так, чтобы оно охватило, потому что я буду готовить здесь, и чтобы камеру не двигать постоянно. Вот так. Хватает. Все, не трогай. Все. Так. Ну что, тесто у нас замесилось. Тесто мы замесили. Видите, у нас все здесь чистенько. Оно у нас... Вот так вот. Вообще, когда вот это чистое, говорит о том, что тесто замесилось хорошо. Оно уже нормально. Так что, видите, угадал. Угадал я. Угадал я с пропорциями даже на глаз. Хотя, в принципе, пропорции, повторяю, это очень просто. 350 грамм муки на 200 миллилитров горячей воды, две ложки, две ложки подсолнечного масла, либо любого растительного масла, желательно без запаха, вот, но это уже остальное на ваш вкус. Вот. И одна чайная ложка соли. Все. Это все, что нам нужно для хлеба. Так. Так лучше? Ну, и все, что замечательно. Так. Посмотрите на наше тесто. Во-первых, оно тепленькое. Оно тепленькое, оно горячее. Все, оно замесилось, его ничего не нужно. Сейчас мы его только вот так вот, немножко, вот так вот, кругляшком сделаем. Положим его отдыхать. Оно должно отдыхнуть хотя бы, хотя бы 15. Люль, чем чаще ты держишь, оно толпает от его. Окей. Честно, должно отдохнуть хотя бы минут 15. Лучше, конечно, 20, но мы его положим вот так вот, и оно у нас будет отдыхать. Это мы заливаем водой, это мы убираем, а это мы закрываем. Так, так, так. Закрываем пленочкой пищевой. Опа, пищевой пленочкой. Так, напоминаю всем, кто хочет выйти в эфир и пообщаться с риском голосом. Вот, а можно даже где-то мне помочь читать какие-то комментарии, вот, рассказать что-то там. Если кто-то есть, кто хочет, то можно, в принципе, на моих стримах можно получить ссылку на сайт StreamYard. Я делаю свои стримы, делаю через программу StreamYard. Не программа, это сайт StreamYard. И через которую можно присоединиться к моему ролику, выйти либо с камерой, тогда выйти в прямой эфир, либо с камерой, либо... Либо, как вы видите, у меня вот в боку стоит еще один гермо, такой значок. Вот, это компьютер, с которого я тоже зашел. То есть у меня сейчас два аккаунта открыты одновременно. Для чего? Для того, чтобы там можно было поставить рамочку красивую, музыку, может быть, там, ну и такову. Ну, отсюда камера лучше, потому что на телефоне все-таки камеры лучше, и я думаю, что сама картинка лучше. Вот, хотя, в принципе, через StreamYard из-за того, что у меня не дешевая, а бесплатная версия, то за счет того, что у меня бесплатная версия, у меня качество, которое передает этот сайт, он меньше, чем в FullHD, он 720 мегапикселей. Вот, поэтому, если вы видите, картинка не самая такая красивая, то извиняйте. Вот. Так, это я положу сюда, пускай она у нас отдыхает. Время у нас сколько? Мои чистые. Столик дай, мои чистые, пожалуйста, на столе. Вика, добрый вечер, добрый вечер, Вика, рад, что вы к нам присоединились. Так, так, одеваю часы, потому что я начинаю теряться пальцем во времени. Так, у нас без 10 сейчас, и нам нужно минут 15 хотя бы подождать, чтобы тесто немножко дошло. А этим временем, этим временем мы займемся приготовлением соуса. Нам нужен соус для мяса. Вот. Да, нам нужен соус для мяса, плюс нам нужно тому мясо подготовить. С чего начнем? Начнем? Начнем. Ясный, скажи, Шерц. Влад. Не отвечаю, Влада. Скажи, Влада, что мы заняты. Позвони Владу с другого телефона. Так. Нам нужно приготовить мясо. Давайте, наверное, приготовим сначала мясо. Вот. Мы берем немножко фарша. Скажи, Влада, пускай в гости приходят. А, Влад ждет меня на перевязке. А, вот что это такое. Так. У меня фарш говяжий. Конечно, для того блюда, которое я делаю, очень лучше подходит фарш жирный. То есть, либо добавлять курдюк, как это я делаю обычно, либо добавлять какой-то там другой жир. Да, это такое. Но я жир в этот раз добавлять не буду. Что я добавлю? А, еще хорошо бы добавить туда лучок мелкий. Лучок я тоже не буду добавлять, потому что у меня сегодня есть такой гость, который не кушает лук. Вот, да. Поэтому мне нужно готовить без лука. Так. Это мы приготовили. Это мы сделали. Нам нужно сюда немножко соль, немножко перца. Немножко перца, немножко соли. Хорошо бы делить. Сейчас мы поищем, что у нас тут. Я разве что-то, ничего страшного. Оно поднимается и опускается. Люди приходят, люди уходят. Кому-то это больше нравится, кому-то меньше. Вот, кто-то больше. А, за место жира мы добавим немножко оливкового масла, чтобы у нас слишком сухой фарш не был. Вот, так как мы лук не добавляем и курдюк не добавляем. Так, я добавлю немножко оливкового масла. Потом чуть-чуть. Вот так вот. И добавлю, конечно, приправы. Так, чесночок обязательно. Сухой чеснок обязательно. Мы такое любим. Потом добавим немножко куркума. Куркума очень полезна. Вот. Вот. К сожалению, у меня дома не все любят специи, как их люблю я. Поэтому мне приходится со всеми считаться и делать немного. Так. А? Ты не понимаешь, легко могу. Это Бот написал, а ты ничего страшного. Ирина. А мускатный орех? Вот, мускатный орех. Мускатный орех. Вот он, мускатный орех. Можно и мускатный орех тоже добавить. Это, как говорится, будет неплохо. Вот. Чуть-чуть мускатного ореха. Спасибо, Ирина. Ирина, да? Да. Спасибо, Ирина, что напомнили нам про мускатный орех. Теперь я добавлю немножко сухого базилика. Чуть-чуть, чтобы у нас все-таки был фарш такой вот со вкусом. Так, все. Здесь мы закончили. И начинаем все это, весь этот фарш формировать. У меня такое впечатление, что соль я вообще не добавил. Как выезжать такого? Надо было бы сейчас камеру прокрутить назад, чтобы проверить, соль добавили. Кстати, вот это один из плюсов того, что ты делаешь на видео. Раз, прокрутил назад, говорит, а я добавил, не добавил? Вот. Так. Фарш мы, да, заделали. Теперь фарш у нас будет немножко отдыхать. Фарш нужно хорошенько-хорошенько поместить. Иногда я этот фарш, иногда, когда я делаю, допустим, кебабы, либо люля я делаю, то я фарш даже тоже не замешиваю руками. Я так чуть-чуть немножко и отправляю в ту же тесто-месилку. И он мне очень даже хорошо замешивает фарш. Замечательно. Доводит вот это состояние, состояние как нужно. Вот так вот. Так, с фаршем мы закончили. Сколько у нас время прошло? Прошло 5 минут. Дальше мы двигаемся. Читай. Читай. Это бот, то, что бот пишет, не важно. Наталья, добрый вечер, с праздником Ханако, и вас тоже, с праздником Святого Николая. И Днем Святого Николая. Вот вы тоже чудотворца. Вот. Кстати, кто-то мне говорит, по-моему, мало мне говорила, что что там Николай чудотворец. Это, ну, говорила мне как-то, что он именно празднуется 19-го, что возле моего Дня Рождения, что вот покровитель. Да, все интересно. Вот. Так, что там дальше? Что там еще? Ирина, Герман. А для сочности чуть водички... Нет, водичку я не добавляю. Я объясню почему. Ну, из-за того, что мне нужно, как это сказать, консистенция, да, вот этого фарша, она должна быть более, более сжатой. Там не должна быть воды. Если делают, допустим, хинкари, и делают это, так вот, и тогда есть сочные там. А у нас, оно, несмотря на то, что будет завернуто в тесто, но оно у нас будет завернуться в тесто рулетом, и оно будет открыто. И если мы добавим сюда воду, то вода будет вытекать, испаряться, когда будет готовиться, и будет немножко, немножко будет не так красиво, как мы бы хотели это сделать. Поэтому для этого блюда воду не добавляем. Я надеюсь, что я отцветил. Вадик ТВ. Привет, Вадик! Привет! Добрый вечер! Спасибо, что присоединялся. Это у нас готово. Теперь нам нужна сальса. Для сальсы мы будем использовать... Так, что ж тут такое? А-а-а, вот что я сделал. Ой, ты смотри, куда я засунул его. Так. Он говорит... Вот она. Так. Теперь красный перец. Красный перец, жгучий. Помидоры. Желтый. Помидоры. Вот. Так. И желтый перчик. А где желтые перчики наши? Куда вы их спрятали? Желтые перчики. А, вот они. Вот, и желтый перец. Окей. Так. Взял три помидора. Думаю, что нам это хватит. Один болгарский перец красный, один желтый, и один красный, жгучий перец. Один. Может, чуть меньше возьму. Посмотрим сейчас. Так. Это мы все моем. И будем резать. А это кто написал? Вера. Вера. Добрый вечер, Вера. Спасибо, что вы к нам присоединились. Так. Так, 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 так. Все. Овощи мы помыли. Сейчас мы быстро, быстро, быстро. Приготовим сальсу. Вот. Мы это все готовим в то время, пока наше тесто, которое мы замесили, да, пока, это я говорю для тех, кто только-только присоединился. Вот. Пока вас не было, мы замесили быстренько тесто. Тесто это должно отдохнуть минут 15-20. Вот. И пока оно отдыхает, мы быстренько приготовили фарш. А теперь быстренько. быстренько приготовим сальсу. Так. Сальсу, сальсу, сальсу. Сальсу. Так. Так, так, так. Вот это. И вот это. А? А? Кто написал? Не вижу. А? Здравствуйте. Здравствуйте всем, кто зашел. Здравствуйте. Присоединяйтесь. Мы сегодня готовим ара. И готовим его в лаваше с тоненькой лепешей, которую мы тоже будем готовить здесь же на месте. для сальси нам понадобится так, так, так. Для сальси нам понадобится помидорчик. Наражем его тоненько. Вот. Если какие-то вопросы вы задавайте, я время не от времени буду смотреть. И дочка тоже у меня тут читает. Кстати, Стали 11 лет. Родилась в Израиле. Учит русский язык самостоятельно. То есть, если у меня старший знает русский язык, потому что мы их в свое время отправили в русский садик, и там они учили русский язык, правопитание, чтение. ну что, полагается. Вот. Тут Стали учит сама. Смотрит на YouTube и учит сама. Так. Я хочу это порезать тонко, а оно мне почему-то присоедет к ножу. Хотя не должно. Вот так вот. Вот так. И режем вот такими вот долечками у него. А в командировку? Куда в командировку, если нет теклет? Это вы кого спрашиваете, Вера? Я в командировке уже вернулся. Я никуда не еду. Эльфа, наверное, вы не со мной. Да, Вера? Это легородно. Через 10 дней. А, вот. Через 10 дней на остров мать. А, это хорошо. Это хорошо. Это Наталья. Наталья. Наталья тоже канал. Наталья, кстати, очень давно вас не вижу. Я не знаю, может быть, у него не приходят извещения, но почему-то очень давно вас не видел. Надо будет обновить все каналы, посмотреть, кого я видел. Достойно. Говорят на русском дети, поэтому стремятся выучить. Но вот Сэго Герман родители говорят. Да, да, да. Мы говорим на русском, стараемся дома, чтобы сохранить язык. Потому что я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше. Всегда, в любом случае, знание языка всегда пригодится. Так. Конечно, помидорчики сегодня еще уже не такие сладенькие, ну, не такие вот красные, сочные, как они бывают сезон, но это парниковые, они хоть как-то... что? Я сама себя давно ненавижу, потому что почти не выкладываю ничего. А, вы не... Сама себя не вижу. А, я понял. Я понял. окей, значит, это вы не выкладываете. Они вы так окей. Потому что я знаю, что очень многие перестали делать ролики из разных измениров в YouTube. Вот. я считаю, каждый делает так, как ему удобно, как ему как хочется. Вот. Если это нравится, то это... Сейчас сижу дома на больничном, так я с ума скажу дома. И для того, что с ума скажу дома, так я решил вот такие стримы делать. Пока вроде люди приходят. А люди приходят, значит, кому-то это надо. Вот. И мне хорошо, время провожу. Все равно бы готовил. Одно время, одно дело, сидишь, готовишь там, вот, другое дело общаешься. Конечно, это все можно порезать в овощи резки. Дайте такие есть как бы блендер, но я думаю, что там немножко теряется вкус. Там оно может порезать чуть-чуть либо грубовато, грубовато, либо наоборот, слишком мелко. Да, у меня отключили монетизацию. Понял, понял. А у меня не отключили, но все равно такого, говорится, большого какого-то там, не знаю, большого прилета я от этого не вижу, поэтому я бы не сказал, что я это делаю из-за того, что есть монетизация. Вот. Теперь немножко желтого. я делал разные ролики с лайфхаками и говорил о том, как легче и проще резать вот эти вот терки. Если их резать с обратной стороны, то они режутся намного мягче и проще, чем если резать с тыльной стороны. Потому что тыльная сторона более плотнее и режется более тяжело так. А если резать быстро, то можно еще и порезать. Поэтому лучше терчики такие резать внутренне. Так, немножко желтого цвета добавили. Я думаю, хватит. Немножко красным добавим. Вот. Это из-за стороны. такие кубики. Так, что-то у нас тихо становится Герман. Почитай меня выше. Ой, а я выше не смогу. Таково я выше. Так, стали посмотреть выше, что там Ирина написала. Посмотри, там, где написано Ирина, что она написала. Давайте посмотрим, может быть, кто-то пытается нам зайти на чат, а я его не пускал. События. Так, это тоже события. Так, это же другая страна. Так, я не знаю, о чем. Вера, вы, наверное, там с Натальей наверное там чайки, потому что я немножко не понимаю. Так, и мы добавим сюда еще зеленого цвета. Я думаю, два помидора не хватит. Не будем дальше добавлять. А, сколько? А, как только помидоры? Помидоры вообще все должно резаться кубиками. Все должно резаться кубиками. Но я не совсем так режу кубиками. Я помидоры режу тонкой пластинкой примерно по полсантиметра, даже может чуть-чуть меньше. Примерно по полсантиметра. Сначала дольками, а потом их просто вот. Так, сейчас я прочитаю. Сейчас я прочитаю. Так, Герман Атак тонко помидоры нарезать он не развалится. Не развалится. Ты читал. Ты не так вы. Посмотрите, вот помидор. Видите? Это даже большой кусочек беру. Вот. Он получается, видите, он получается, вот, покажу вот так. Он получается примерно такого же размера, как и болгарский перец. Вот. Теперь мне хватило два помидора, третий не буду брать. И сейчас добавлю зеленый перец. Зеленый перец. Вот. Теперь зеленый перец красный не буду добавлять, потому что зеленого цвета мало, поэтому я добавлю зеленого перец, а красный перец не будет добавлять. Теперь перец. Я как-то в своих лайфхаках показывал про то, какая разница во вкусе зеленого, разница вкуса отличается от его нарезания. То есть, если режуть его вот так вот колесиками, вот этими кольцами его так резать, то он будет более острый, чем если резать его вдоль. Когда его режешь вдоль, то можно его вот так вот резать и даже подавать к столу. Его так можно нормально кушать. Он конечно острый, но он не настолько острый, насколько он острый, если резать его кольцами. Зависит от самих уголоков, как идут уголоков. Потому что острый перец это острый, не вкус, это и аллергическое воздействие, или реакция, аллергическое воздействие тела на вот этот вот обащи. Вот так. Это тоже порезали, добавим это все сюда. все. С этим мы закончили. У нас прошло 21 минута. Как раз успели. Как раз успели. Это мы убираем. Это мы убираем. Сюда. Сейчас будем доставать немножко нам нужно оливкового масла. Вот оно у нас. Так. это убирай, это убирай. Сразу набудем здесь порядок, чтобы нам было удобнее здесь работать и останаться. Так. Все. Так. Продолжаем. Да? Вы со мной? Вы со мной. Теперь нам нужна соль, нам нужен перец. 10 человек. 10 это замечательно. Нам нужен немножко оливкового масла, нам нужна соль, и нам нужен кто нам написал? Фелик, добрый вечер, Фелик, спасибо, что к нам присоединились. Феликс, у нас сегодня три, и мы готовим прямой эфири. А готовить мы будем сегодня лаваш, тонкую-тонкую лепешку, лаваш, и в лаваш будем заворачивать мято. Это не дунат, но это будет лимон, 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 вот, вот так вот, лимон, и все это мы перемешиваем. Так, 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 Ирина, Герман, у вас довольно большая уютная кухня. Спасибо, спасибо. Да, мы, говорится, строили кухню так, чтобы нам было удобно, очень, если честно, боялись, что нам здесь будет мало места, потому что здесь примерно метр пятьдесят, по-моему, да, где-то метр пятьдесят, и мы боялись, что нам будет мало места, поэтому мы выбирали так, чтобы у нас два ящика открывали, и здесь еще, как бы, вот так вот можно было встать, чтобы один другому не мешал, если вдруг мы здесь находимся двое на кухне, хотя, когда здесь больше двух человек на кухне, это, конечно, это, конечно, экстрим, вот, я не люблю, когда я готовлю, кто-то еще на кухне, потому что мне нужно пространство, мне нужно, вот чувствовать, что я, как бы, вот так вот, так, немножко прованских трав, можно, конечно, травы использовать, можно, конечно, использовать травы живые, свежие, вот, но здесь такой букет, который, можно добавить и вот так, так, все, это мы отправляем, вот такая вот сальца у нас получилась, но это еще не все, на это мы будем еще поливать, вот такая вот красивая, вот, на это мы будем еще добавлять, не видно так, сальца, то, что я показал, видно было, вот, вот видишь, вот видишь, видно, то, хорошо, окей, с этим мы закончили, теперь мы возвращаемся к нашему тексту, так, так, честно, честно, вытираем насухо, вытираем насухо, чтобы нам здесь было все чистенько, чистенько, гладенько, гладенько, так, до сих пор все понятно, до сих пор все понятно, правильно, да, до сих пор нет никаких таких, каких-то особых, такого, особенностей там приготовления, что-то непонятного до сих пор нет, так, тесто, витапливаем наше тесто, так, и начинаем работу с тесто, теперь, тесто мы можем, лепешки мы можем выпекать, либо на сухой большой сковородке, либо на, это так вот, на, не знаю, на противне, там, зависит от того, как вам удобнее, чем вы нас и стали, а что вообще ты делаешь, как это будет называться, это называться будет араиз, но это араиз видоизмененный, Вера, Герман готовит очередную вкусняшку, но мы пролетаем, пролетаем мину, так что, ой, а как с Панино над Парижем, ну почему, почему, я же, я же говорю, как это готовить, я же говорю, готовьте вместе со мной, а почему, потому что, делюсь опытом, видите, да, так, эту колбаску мы берем и начинаем немножко буки, немножко муки нам понадобится, попаля, не знаю, как вы, а я муку держу, я муку держу в холодильнике, вот, раньше держали как-то в ящиках, все, но пришли к решению, что лучше все это держать в холодильнике, вот, и еще, из-за того, что я сегодня буду в лепешку, в лаваш заворачивать мясо, вот, я, наверное, лаваш буду делать прямоугольный, меньше отрезать со стороны, потому что, когда круглую начинаешь заворачивать, со стороны нужно будет обрезки обрезать, поэтому, я, наверное, буду делать так, 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 4, нормально, 4 лаваша, 4 лаваша, так, мы это скручиваем, кладем сюда, это скручиваем, вот так вот, кладем сюда, и это скручиваем, и тоже кладем в сторону, это лучше накрыть, я беру чистую салфеточку, чистую салфеточку бумажную, и накрываю это все, вот, а этим, это я буду сейчас раскручивать, так, прежде чем будем раскручивать, надо мне, мне нужна сковородка, мне нужна сковородка, сковородку я буду использовать, так, 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 вот такую, вы выберите диаметр побольше, диаметр побольше, чем больше будет сковородка, диаметр сковородки, тем больше будет сама лепешка, нагреваем ее пока, пускай она у нас нагревается, а мы будем под этим делом раскручивать тесто, тесто должно быть очень-очень тонкое, я очень надеюсь, что у меня это получится, так, что я пропустил, ничего вроде, так, 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 вот видите, тесто настолько мягкое, что его в принципе можно руками, вот так вот, как пицца, знаете, заслушиваю сначала, вот так вот, руками, так и мы, вот, а потом берем до свидания, Вера, до свидания, приходите посмотреть окончательный результат, так, сюда, так, сюда, что-то у меня, по-моему, очень большая получается, добрый вечер, Наташа, здравствуйте, Наташа, рад вас видеть, Наташа, мы сегодня готовим в прямом эфире, сейчас мы начали с того, что мы готовим лаваш, вот, потому что нам нужно приготовить сначала лаваш, а потом в лаваш мы будем заворачивать фарш, и будет у нас, так, я почему-то себя слышу, скажите, пожалуйста, меня слышно хорошо, нету, не перебивается, голос, там, не дублируется ли голос, вот, а тут что-то мне кажется, что у меня, так, вот видите, лепешку, вот такая вот, она почти прозрачная, должна быть лепешка, лепешка должна быть чуть-чуть, может быть, чуть-чуть больше, чем диаметр вашей сковородки, вот так вот, что ты, Ирина, написала, Ирина, я не вижу, что написала, Феликс, тебя слышно хорошо, спасибо, Феликс, Ирина, лаваш подсушиваешь на сковородке, да, да, лаваш подсушиваю на сковородке, вот, вот так вот, сейчас я только проверю, вот, она у нас уже горячая, на сухой сковородке, и вот так вот выкладываем, лаваш, вот, вот так вот, теперь минуты три, нет, слышно, отлично, Герман, спасибо, 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 вас слышно хорошо, спасибо за рецепт, пожалуйста, так, это у нас первая лепешка, она будет, каждый, ну, с первой стороны, как минимум, она будет готовиться около трех минут, мы проверим, вот, если вдруг приготовится быстрее, мы ее, конечно, проверим раньше, вот, минуты три занимает первая часть, когда мы узнаем, что она готова с первой стороны, тогда, когда появится волдыри, когда мы увидим, что лепешка начинает подниматься волдырями, вот, тогда можно будет ее переворачивать на вторую сторону, так, 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 мне нужна брызгалка, а где у нас брызгалка с водой, нет, у нас брызгалка с водой, а, иди принеси, в этом, да, там в шкафу должна быть брызгалка с водой, вот, надеюсь, что ее не выбросили, а пока мы приготовим второе, да, пока у нас это готовится, добавим чуть-чуть теста, Вот так вот. И будем продолжать. Так. Правила нефикета это, да, обослышено хорошо в видео, да. Вот. Сейчас, кстати, самое время задавать вопросы. Я буду тихо-тихо смотреть в сторону. Рейна, Герман, прокалываешь лепешку? Нет, я не прокалываю лепешку. Я не прокалываю лепешку. Вот. Не знаю, что вам сказать. Я знаю, что большие лепешки прокалывают, которые толстые. Их прокалывают так немножко. Я думаю, чтобы пропеклась. А это она вроде и так такого. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я думаю, что она у нас и так будет хороша. Без прокалывания. Я знаю, делают прокалываю для того, чтобы она волдырями не шла. Такими пузырями. Вот. Но посмотрим. Я думаю, что у нас она будет... Ну, может, и сразу не надо. А вы знаете, давайте мы попробуем. Мы одну сделаем, проколем вилочкой. Одну. А вторую не проколем. И вот прямо сейчас будем знать, какая у нас будет разница между одним и вторым. Я эксперименты люблю. Экспериментирую периодически. Вот. Видите, оно волдырями начинает подниматься. Но еще не поднялось. Ну, вот так вот. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Сейчас посмотрим на него. Нет, еще. Еще рановато. Мы даже можем увидеть по-своему тесту. То есть, когда края начинаются и уже становятся более сухими, вот. с утра, мы уже знаем, что оно вроде как ой, что-то там у меня, по-моему, начинает подгорать. The not good. Да. Так. Сейчас. Возьмем. Вот. Вот. О, замечательно. Замечательно. Вот видите, тут что оно. Видно? Сейчас посмотрю. Вот так вот. Вот. Теперь вторую сторону. Теперь важно, когда будем ее вытаскивать, нам нужно будет большая тарелка. Да. Подразмет. И нам нужна будет водичка. Конечно, лучше водичкой, если у вас есть такой расплитив воды, это лучше. Я сейчас не нашел. Одна поломалась почему-то, а вторую не нашел. Вот. Поэтому я буду водичкой делать. Ну, ничего. Водичкой тоже хорошо. Так. Водичкой тоже хорошо. Так. Что у нас дальше? Здесь у нас все хорошо. Водичка у нас тут есть. Готово. Держим. Читаем вас. Ирина, видео классное получается. О, спасибо. 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 Вот так. Вот у нас лаваш. Вроде как получается все нормально. И нам нужно будет обязательно его накрыть. А накрывать его будем вафельным полотенцем. Такое вот чистенькое полотенце, которое мы будем это накрывать. так. Это у нас готово. Вот видите? Вот так вот. Сюда мы отправляем следующий. Вот так вот. Расправляем его. А это мы куда я положил? Вот оно. Вот. А это мы смазываем. Смазываем вот так вот водичкой. Для чего смазываем водичкой? Для того, чтобы оно у нас было мягкое. Потом сейчас оно еще должно быть немножко пропариться. Вот. Чтобы оно у нас было мягкое, мы его немножко смазываем водичкой. Уходите. Да? Это кто говорит? И накрываем. Фелик. Фелик, большое спасибо, что пришли, поддержали. Надеюсь, вам понравилось то, что вы видели. Вот. Если интересно, потом заходите, посмотрите. Я буду в конце еще раз напомню все ингредиенты. так, мы готовим следующую. Мы готовим следующую. Да. Что ты хочешь? Ничего страшного, очень хорошо. Ты очень хорошо читаешь. Для человека, который никогда не учил русский язык, Талия мне тут волнуется, что она плохо читает. Я говорю, с тем, что ты самостоятельно учишься в Ютубе и очень хорошо читаешь. так что она не помогает читать ваши комментарии. И не всегда у нее получается. То есть, иногда бывает, видимо, она встречает какие-то слова, которые не совсем понимает. Вот. И, видимо, их тяжело прочитать. Знаете, вообще, игрит очень сильно отличается от русского языка. Ну, не только грамматика, да, он отличается от русского языка еще тем, что вот в иврите при чтении используется метод скорочтения. В чем состоит секрет скорочтения? Скорочтение не читает слова по слогам, а читает слово всем словом. То есть, ты видишь слово, и ты проскакиваешься, читаешь, как говорится, предложение по словам, не по слогам, а по словам. Ты видишь слово, и идешь дальше. Тоже вот так именно идет в иврите. В иврите не читают слово по слогам, а видят слово и уже знают, как оно звучит. И уже читают это слово по тому, как оно звучит. А, понимаете, какая красота? Вот, здесь будет еще чуть-чуть а мы сказали будем прокалывать. Вот этот я прокалю вилочкой и посмотрим, что у нас этого выйдет. Да? Сказали экспериментируем. Так что заранее, пожалуйста, не критикуйте, говорите плохо, потому что я сам еще не знаю, что получится. Давайте посмотрим. Давайте какой-то рисунок сделаем. Да? Пускай будет у нас узорчатый. вот так вот. Да? Вообще красота. По-моему, красота. Вот она, лепешечка. Вот она родненькая наша. Так. Так. Ну, что у нас дальше идет слайд? Галина. Здравствуйте, Галина. Добрый вечер. Рад вас видеть. Рад, что вы к нам присоединились. Мы сегодня в тренинге готовим блюдо, которое будет называться араис. Только араис этот будет отличаться от стандартного араиса тем, что он будет готовиться в открытой лепешке. Не в пите, как это обычно делается, а именно в лепешке. Ну, в лаваше. Для этого сначала мы готовим лаваш. Вот так вот. Брызгалки распылителя воды у меня нету, поэтому я вот так немножко его распыляю водичкой. теперь мы кладем следующий блин. Этот блин он у нас отличается от других, потому что мы его сначала прокололи. Вот, посмотрим, как он у нас получится и чем он будет отличаться. Так, и мы готовим последний блин, последнюю лепешку. Так, я тут пачку и пачку пока жены нету. Жена еще на работе. Я же говорю, всегда говорю, кто-то же должен с семьей работать, пока я сижу дома болею. жена у нас работает за троих. Три смены работают. Уже полвосьмого, ее еще нету. Но она вроде уже едет домой. Так, что, возможно, что мы закончим дом, а возможно, что она придет, когда мы еще готовим. сегодня разжигают вторую свечу, две свечи разжигают в праздник Хануки. Мы свечки еще не разжигали. Ханукия стоит. Не знаю, видно, не видно. Ханукия стоит. Я уже приготовил свечи. Ждем. А когда жена придет, мы вместе зажгем свечки. Вот. Так. Ну что, Ирина, это тоже сделаем? Прорежим? Давайте это тоже прорежим. Будут у нас две такие лепешки, две такие. Так, этот не поднимается, кстати. Вот я смотрю, он вроде как бы меньше поднимается. Вот. Ну посмотрим. Так. Что у нас еще? Ничего. Вот. Потом эти лепешки, когда они будут готовы, они тоже должны полежать минут два. Ну так, чтобы они немножко пропарили, чтобы они были более мягкими, более эластичными. Но мы не будем ждать так долго. У нас на это время не будет. Не буду же я вас держать на линии, как говорится, в эфире столько времени. Поэтому как только они приготовятся, мы сразу обмажем этим фаршем, размажем поднимем фарш, скрутим его и сделаем обалденный ужин. Сейчас мы это еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так, я готов отвечать на ваши вопросы. Так что пишите, сейчас самое время. Так, читаю. Ирина, ой, муж сюрприз готовит для супруги. Да еще праздничный. Да, да, да. Она у меня мясо мало ест, мясо не очень любит, но все равно приятно, что это готовое. Это больше для меня, больше для сына, для друга моей дочери, он тоже любит мяско. Для него в принципе мы сделали фарш без лука, потому что он лук не очень любит. Поэтому мы делаем сегодня без лука. Так, это мы сделали, это можно убирать, это можно убирать, вот сюда. Сейчас еще мы сделаем кунжутную пасту, это тихина, такой соус тихиновый. Опа-ля, опа-ля, получается, значит, все не так уж плохо. Так, так, еще чуть-чуть, и начнем, как говорится, и продолжим с мясом. Здесь надо будет сейчас убрать. Так, читаю, читаю, читаю правила инститета. Да, Галина, очень интересно общаться с людьми из других стран и признавать другие обычаи, обычаи прайс. Да, да, Ирина, знаете, вот я тоже общаюсь, но я с многими людьми общаюсь, страны, страны, нужно к этим. Во-первых, я очень положительно отношусь ко всем религиям, верить. В иудаизме есть такое выражение «иш-иш-да-имоно-то-и-сье». То есть каждый человек живет по своей вере, верит в то, что он верит. Живет и верит в то, что он хочет. Короче, каждая вера испытает. Поэтому я очень положительно отношусь ко всем верам. учитывая то, что у меня в семье есть и мусульмане, и христиане, и евреи. Поэтому у нас интернационалов только в одной семье. Не говоря уже про друзей из разных стран, из разных народов. Кроме того, что сам Израиль собрал в себе очень много людей из разных стран, разные страны, разные традиции, разные культуры, что сам по себе уже очень-очень интересно. Мы и приехали в принципе из Советского Союза, бывшего, в котором тоже были и народов много, и языков много, и традиций, поэтому это все, я думаю, еще оттуда все это идет. Так, что у нас дальше? Кстати, кто из вас смотрел вчера финал? Кто из вас не смотрел? Кто из вас вчера получал наслаждение в финале? Ну, смотря этот финал. Я просто, я был просто, 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 это было, это было что-то, наверное, вот, я вообще небольшой любитель футбола, я вообще не смотрю футбол, да, но, и так, когда идет чемпионат мира, то я нет-нет, смотрю, и то, не каждую игру, не всегда, но здесь, то, что здесь было, это было просто не официдно. Так, вот эта лепешка, которую мы проткнули, она получилась вроде как бы более тонкая, я надеюсь, что это не повлияет на ее гибкость, да, это, посмотрим. Так, сейчас я водичкой немножко смазал, вот так, и накрываем, и кладем последнюю лепешку запекаться. вот она, опа-да, так, что-то у меня здесь последняя, как бы, прилипшая такая получилась, ну, ничего, мы ее подровняем уже на этом. Все, здесь мы закончили, я люблю сразу все это убирать, потому что, во-первых, приятно работать, продолжать, во-вторых, более эстетично, и как будто ничего здесь и не было. Так, так, это вытираем, вот, протирать насухо я еще не протираю, почему, потому что мы там еще будем лепешки так его катать, поэтому можно, конечно, это еще немножко муки тут оставить, чтобы она, чтобы она не прилипала к нам. Так, так, вот так, так, читаю, Герман, мы с семьей смотрели футбол в захватывающем зрели, Ирина, это что-то, это просто, Андрей, добрый вечер, добрый вечер, Андрей, вот где ты, добрый вечер, этот футбол, ну, это было просто с ума сойти, у нас все разъехались, я остался дома один, сын пошел смотреть футбол с друзьями, друзья даже могли к нам прийти, в конце сын ушел с друзьями смотреть футбол, ко мне приехал друг, ну, истить меня, пусть мы с ним вдвоем, и мы с ним вдвоем остались дома. короче говоря, это был, конечно, вы знаете, вот на 70-й минуте, да, вот 70-я минута, 70-я минута, мы смотрим, думаем, да, ну, если так закончится игра, конечно, будет, будет, конечно, неинтересно, вот, и тут, на 80-й минуте, один гол, через полторы минуты второй гол, ну, это все, это просто, это, это, это просто, не знаю, перевернуло ввести, а там сразу, а там и третий, и там еще, ну, короче, игра, конечно, там, просто, просто, держал, вот, так, знаете, первые два гола забила, так, его Аргентина, и как-то спокойненько, видишь, что они удерживают мяч, как бы, так тянут время, первый тайм закончился, и, как бы, так, знаете, действительно, если так закончится игра, будет, как бы, даже неинтересно, а люди поехали, заплатили, там, чуть ли не по тысяче, там, по-моему, самый дешевый билет был по тысячу долларов, не знаю, это, я так слышал, то есть, я там не проверял, не интересовался этим, но там говорят, что около тысячи долларов был самый дешевый билет, так, здесь у нас немножко мы передержали, ничего остро, но она у нас будет очень вкусная, так, немножко водички сюда, чтобы она у нас уже разбухала, потому что у нас не будет время ждать, пока это получится, вот, так, так, здесь у нас что? Здесь у нас надо еще чуть-чуть его почистить, вот, так что, так что, и минуты отчаяния, и фурор после, да, 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 это, 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 конечно, это, крики тут стояли, вы не представляете, что здесь творилось, крики такие стояли, но потом еще до 12 ночи сидели, обсуждали это все, это же нельзя было пойти спать, это с одним обсуждали, у меня сын сразу позвонил, папа, ты видел игру? Я говорю, мазы не видел игру, я не просто видел, я тут, говорю, с ума сажу, говорю, а я не болельщик, я вообще не болельщик футбола, то есть, я очень посредственно отношусь к футболу, вот, но, конечно, такая игра, это стоит того, чтобы ее посмотреть, вот, мамочка, у нас тут прямой эфир, приветик, мы тут готовим сюрприз, и у нас, ну не сюрприз, мы тут готовим раис, вот, и готовим его, жена пришла, так, 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 лепешки мы сделали, лепешки мы сделали, вам видно мои лепешки? Видно, вроде как видно, так, лепешки мы сделали, сейчас мы немножко дадим им, вот так вот, разбухнуть, совсем чуть-чуть, да, так, чтобы они все-таки не были слишком жесткие, они немножко полежат, а пока мы будем готовить, что будем готовить, будем готовить, наверное, соус, да, вот, у нас сальто есть, теперь нам нужно приготовить кунжутную пасту, кунжутную пасту, начаться так, так, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, где моя кунжутная паста, мамочка? А, вот она, вот так, вот она у меня, это особая, это особая, это кунжутная паста, называется эфиопская, эфиопская паста, она в ней, с умством намного больше чувствуется, лаки не кричит, больше чувствуется, вот, нам для нее нужно будет миска, вот так вот, вот, так, читаю, что, то есть, Галиновых когда-то и наш шахтер играл в Донецке, да, знаю такие команды, тогда был шахтер, вот, и был, Динамо Киев, я помню, еще когда-то, еще в 90-е годы, в начале 90-х годов, я помню, болел, да, Динамо Киев, был там такой, такой вот тоже, кстати, седьмой номер Михаличенко, по-моему, если не ошибаюсь, и память, не такой вот, так, нам нужен венчик, нам нужна паста, нам нужен венчик, и нам нужен, лед, лед, смотрим на лед, ага, лед у нас есть, немного, но есть, так, давайте готовить пасту, кунжута, я вам надеюсь, вы поняли, да, что я не закончу, пока не закончу готовить, так что, так что, усаживайтесь поудобнее, так, добавляем, одну, вот так вот, пришло чуть больше, чем одна ложка, вот так, это мы закрываем, кунжутную пасту, нужно разводить, в холодной воде, почему в холодной воде, потому что, для того, чтобы сама тахина, кунжутная паста, чтобы она побелела, чтобы соус был белый, светленький, ее нужно разводить, в холодной воде, а если вода не очень холодная, то добавляют лед, как мы это продемонстрируем, я не показываю, я продемонстрирую, вот беру немножко лед, вот, чуть-чуть льда, добавляем чуть-чуть холодной воды, так, и начинаем все это замешивать, вот так, так, по-моему, надо будет пасту добавить, я водички немножко больше добавил, сейчас мы это посмотрим, это сюда, а это начинаем замешивать, вот видите, чем холоднее вода, тем она становится светлее, воды замечательно, все правильно, лед еще остается внутри, и он еще немножко добавит воды, когда оно будет таять, вот, а нам это хорошо, пускай оно лежит вот здесь вот в стороне, да, лимон, 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 сейчас мы добавим лимона, сейчас мы добавим лимон, сюда, лимон добавили, лимон, 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 лимон добавляет много, так оно и есть, лимон, это, лимон, конечно, добавляет вкуса, в такой пасте, вот это вот эфиотская цина, она, в ней, короче, в ней чувствуется еще больше, и так его сильнее чувствуется в солнце, и там что-то кто-то читал, проверял, что вроде в ней каких-то элементов больше, типа она полезна, не знаю, на чем это основано, вот, сейчас хорошо, сейчас хорошо, так, это убираем, это убираем, и начинаем формировать, так, Вера Герман, в семье предвкушение вкусного ужина, да, все ждут, все уже выбегают, смотрят, ну что там, ну что там, ну как там, ну что там, вот, мы начинаем, так, друзья, барабанная дробь, пожалуйста, барабанная дробь, и посмотрим, что у нас здесь получилось, открываем сюда, я думаю, что нижний будет мягче, о, смотрите, вот, видите какой, видите какой он, мягенький, свеженький, свой, родной, родной, свой, свежий, вот, это такие в магазине не купишь, в магазине есть разные, но не такие, такие есть только у меня, вот, и у вас будут, когда вы такие приготовите, так, что мы делаем, мы ставим сковородку, секундочку, здесь у меня много почему-то теста, надо его немножко протереть, и немножко сухой протереть, и кладем это все обратно, нет, пускай пока здесь подлежит, лепешку мы взяли, следующий, следующий, мы берем, так, что нам делать, взять перчаточку, или взять, да, возьмем перчаточку, знаете, это, как говорится, то, что происходит в прямом эфире, тут не думаешь за кадром, тут не думаешь, все, все, я уже готовлю, уже готовлю, уже готовлю, так, выбираем то, что нам нужно, и размазываем это все, по, лавашу, тонким, тонким, очень тонким слоем, очень тонким слоем, вот так вот, думаю, что руками намного удобнее, чем если делать это, допустим, ложкой или елкой, вот, у нас это должно хватить, как минимум, на 4 лепешки, лепешки, это без лука, это у меня дочь, спрашиваю, как это так, интересует, так, я тут наконец не кладу, хотя можно, наверное, наконец тоже класть, потому что они у меня довольно-таки ровненькие получились, вот, теперь, с одного краю, оставляя немножко, вот так вот, да, чтобы она у нас не покрывала полностью, здесь нам нужно, чтобы немножко оставалось, вот так вот, потому что мы туда будем все это заворачивать, теперь мы вот так вот его сворачиваем, вот так вот, вот так вот, вот так мы его сворачиваем, а, как вам? мне нравится, мне нравится, еще подождите, мы еще не закончили, мы только начали, теперь закрываем, следующий, следующий, вопросы, Татьяна, добрый вечер, Татьяна, рад вас видеть, кто еще у нас, как вкусно будет, вкусно, очень вкусно будет, очень-очень-очень-очень вкусно будет, очень-очень-очень-очень вкусно будет, так, меня в кадре видно? видно, лепешку тоже видно в кадре, лепешку тоже в кадре очень видно, да чувствуешь все-таки я немного сделал фарша сначала думал что лепешек будет мало оказывается что возможно фарша будет на ученый кучу нам и так будет хватит ну что-то для себя да вот вторая лепешка получается вот 3 уже получится такая потоньше вот так а замечательно и отсюда еще перчика добавил что я чувствую что как-то вы перчик и хотя не на есть перчик и надо перчик еще есть установой самой начинки так что все нормально так закручу мы на этом что не заканчиваем и у нас сейчас будет 3 так 3 это видите жестковатое получилось все-таки те что мы прокалывали ирина видите вот мы говорили про то что прокалывать получилось немножко суховатая ничего мы ее так поедем так что хорошо что у у нас столько мяса на одну не хватило мы ее и так едим так 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 как мы давайте мы вот так вот так 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 что вы пишете здравствуйте вера спасибо за объяснение тоже вкусно так да мы готовим араиз араиз это будет фарш в лепешке да вообще делается в пите такой вот такой вот половину питы вот но мы сегодня решили его скрутить вот такой вот лаваш вот так вот так мы его скрутили теперь нам нужно его порезать так это мы можем убирать сейчас мы используем маленькие палочки вообще нужно использовать лучше всего использовать зубочистки деревянные барбуковые зубочистки но у меня деревянные почисток нету поэтому это большие 2 нормально нормально давайте будем готовить так что мы делаем мы прокалываем мы прокалываем мы прокалываем 3 мы прокалываем 3 и мы прокалываем 4 вот такого варианта теперь то что мы прокололи мы будем резать резать будем резать так где мой где мой большой ножик так нам нужна сухая дощечка отправляем сковородку на огонь добавляем ему чуть-чуть масла чуть-чуть масла чуть-чуть чуть-чуть вот оно у нас нагревается и мы начинаем это все нарезать так 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 и вот так так вот такие у нас получились это вроде видео вот такие вот у нас получились вот как бы такие сверточки такие да знаете давайте мы их наверно делаем и берем их да мы сейчас и берем вот так вот вот так вот чтобы они были по два по два здесь немножко масла добавили и теперь отправим их вот так вот по два загорать вот так вот так вот сюда лучше конечно накрыть крышкой почему конечно накрыть крышкой потому что мы хотим чтобы у нас само тесто не не набухло так это можно сказать небольшое маленькая сейчас это большая как-то я с кубиками сегодня не так это мы тоже сделаем на этом мы на потом оставим Сюда. А здесь делаем еще. Так. Ну, что вы нам скажете на это? Что вы нам на это скажете? Миша, привет! Привет, Миша, привет! Вот, спасибо, что заскочил. Так. Теперь режим. Раз. Это два. Четыре. И этот кончик тоже обрезаем. Так. Вот он у нас. Этот вытаскиваем. Сюда затаскиваем. У нас есть опять по два. И отправляем дальше. Огонь немножко убавляем. И делаем дальше. Так. Так. У нас остался последний. Смотрим, что у нас из всего этого выедет. В конечном итоге должно получиться очень вкусно. так. Так. Окей. Этот вытаскиваем, перетаскиваем сюда. вы запахи не чувствуете? Ну, я вас поверяю, что это... так, секундочку. Где мои щипчики? То я начинаю... Начинаю я тут уже немножко... как это называется? Обжигаться. Так. Это у нас сюда. и это еще сюда. Так. Маслица чуть-чуть добавляем. Маслица только для того, чтобы, опять же, это таково, да, хлебушек не горел, потому что хлеб начинает гореть. Вот так вот. Ну, друзья, ваши комментарии приглашают всех на кружку пива. Правильно. Правильно, Вера. Можно. Больше, наверное, ничего советовать не буду. Буду тихонько смотреть. А что вы хотели... Почему? Это из-за... из-за... из-за вилочки вы говорите? Нет, нормально все. Вы что? Нормально. То, что вы посоветовали, то, что вы сказали, это хорошо. Почему? Потому что я это попробовал. А если бы вы не сказали, я бы не попробовал, не попробовал, не знал бы. А так... Да, мечтательно. Друзья, мы приближаемся к финишной прямой. Вы... Вы... Вы это осознаете? Так, 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 так. Это мы убираем. Это мы убираем. Это мы убираем. Нам это не понадобится. Друзья, я готов отвечать на ваши вопросы. Зеренгерман, что вкусно? Да, и соусом вообще? Да, да, да. Соусом будет еще вкуснее. Вот, но сейчас мы это все посмотрим. Потому что я верю в то, что люди кушают не только, говорится, едят на вкус, на запах, но еще и на... 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 глазами, на взгляд, да, на... на это такое. Посмотреть, как это выглядит. Потому что начинать кушать то, что тебе не нравится изначально, ну, как бы не это такое. А когда ты подаешь что-то на стол, что это еще и красиво преподносится. И сделано красиво, и сделано вкусно. Только это же вообще хорошо. Так. Так. Давайте посмотрим, что мы тут еще не перевернули. Ай, какая красота. Это у нас новенькая. Какая красота. А еще, знаете, что можно сделать? А еще можно прям сюда соус, обжарить его прямо здесь, вместе с ним. О-о-о, я сейчас так извлеку. Я сейчас так, я сейчас одну штучку отсюда вытащу, две штучки вытащу, а остальные прям вот здесь вот соусом сделаю. Посмотрим. Может быть, это вкуснее даже будет. Я же говорю, я всегда экспериментирую. Я не придерживаюсь какими-то строгим рамкам. Я говорю, всегда можно что-то еще доделать, переделать. Так, секундочку. Что-то еще проэкспериментировать. Почему бы нет? Почему бы нет? Так, это так, это так. это вот сюда. Сейчас мы первую партию вытащим, первую партию, а остальные, которые там, мы их зальем соусом. Посмотрим. Возможно, это даже будет вкуснее. Красивая тарелочка нам нужна. Даниэль, Галь. Даниэль? Дали? Все разбежались. Позови, пожалуйста, Даниэль, Даниэль дома. Позови Даниэля, позови Галя, посмотрите, что он хочет из-за кого. Это делается в прямом эфире, но если они хотят попробовать в прямом эфире, то это самые-самые. Мои старшие сегодня, а я с другом сегодня поехали так. Слушай, что-то нас тут? И предлагают выехать за город все правильно. Я тоже с сочным чебуреком сейчас тебя побаловаю. Правильно, правильно, правильно. Вот, и так хочешь попробовать? Да. Правильно, правильно подход. Так, давайте будем смотреть, что у нас получилось. Так. Так. Итак, мы, как я вам говорили заранее, мы два сделаем вот так вот, а остальные мы их сделаем под соусом. Прямо туда соус добавим и попробуем, что у нас там получится. Я думаю, что будет тоже интересно. принеси телефон, потому что мне это нужно строкировать. На телефоне лучше всего так поскорее. Так, это наш такой соус. Он такой немножко остренький, если вы помните. мы вот так вот красиво на него кладем. И то же самое здесь. теперь здесь где у нас вот она. Разбавляем его еще раз чуть-чуть. Она у меня лежит в тарелочке, чтобы там не подумали, что где-то с этого. И теперь добавляем в него соус. Снимай, снимай, снимай. Снимай видео и снимай такое. Будем эту карту сделать. Понимаешь? Ай, какая красота. И вот так. Мишлен. Ну, не Мишлен, но и здесь тоже. Оставь свет. вот так вот. Так, друзья, смотрим на то, что у нас получилось. А? 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 Мне нравится. Галь, так, ша, ша литон, можно прямо здесь. Хотите вилку? это мазлик? 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 Пожалуйста. А пока не пробуют, я добавлю сюда соус, потому что я хотел попробовать вот эту часть сделать соусом. вау. Вау. я? Я пока нет. Кем-кем? Я буду кушать. Вау. Вау. Так, добавляем соус. Как говорится, ну прям отлично. Ну отлично. Так, здесь соус классный буду, но вот чуть-чуть его туда положу, убавляем газ. плиту убавляем немножко. Так, читаю. Оператору первая тарелочка. Правда, талии? Нет, талия убежала. Талия у нас такое, такое не кушает, не кушает. У меня такое кушают мужчины. Вот. Ну что? Эх. короче, они говорят, что очень вкусно. Они говорят, что очень вкусно. Я надеюсь, что так оно и есть. Друзья, это был араис немножко другой интерпретации, да, другим способом. это ровно, который я сделала в лаваши, в тонкой лепешке, в лаваши, лаваш, приготовили с прами, мясо, фарш приготовили с прами, заправку такая, сальса. В принципе, сальса нужно ее рубить мельче, но я думаю, я люблю ее вот именно вот так, чтобы чувствовать каждый, каждый овощ. вот все это добавляем кунжутную пасту, это тихина, вот, и получается у нас вот такой вот супер вкусный, легенький ужин. А здесь у нас получается то, я думаю, я думаю, что будет хорошо. Так, мы дали ему чуть-чуть совсем, можно было, конечно, воду дать, чтобы оно немножко распарилось, но я думаю, и так хватит. Я думаю, что и так хватит. А, оно немножко иногда это куда начинает, начинает. А? у меня там, не знаю. А, это пар, 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 сейчас я, это пар, сейчас я протру. Нет, здесь нормально, здесь нормально. Пар уже прошел, пар уже прошел. Так, друзья, мы пробуем пар. Посмотрите, что у нас тут получается. вот так вот. Горячий, горячий стол, прямо на них, горячий вот так вот соус. Все это добавляем в хину. И на все можно еще зелень. Я не буду сейчас резать свежую, хотя свежую очень хорошо. Я добавлю чуть-чуть прованских трав. Вот так. Вот так. Тмуна, вакша, тмуна. Нет, это для меня. Делаю фотографию. Все же говорит, что-то тоже для меня. Так, давай, делает. Давайте, вам дам еще. Чуть подальше, чтобы вся тарелочка была. Вот. Так. И, Аля, ты тоже разбирайся. Пойдемте. Ну все, друзья, что я вам скажу? Буду пробовать, детям понравилось, а если детям понравилось, то я думаю, мне тоже понравится. Не буду кушать перед вами, чтобы вас не соблазнять еще больше. Большое спасибо вам за внимание. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, что ролик был, несмотря на то, что длинным, был длинным, он был интересным. Пишите комментарии. Люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. И пишите, заказывайте рецепты. Если вы напишите что-то, что вас интересно, и что вас интересует какой-то рецепт, я его сделаю. То есть, я попробую его сделать. Уверен, что со временем у меня это получится. Даже если не получится, я все равно сделаю ролик и посмотрим, как это получается. Обнимаю крепко-крепко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok